МИОКАРД Хотите меньше знать о сердечных патологиях? Тогда больше и дольше смейтесь. Положительные эмоции расширяют сосуды и за счет этого миокард получает как можно больше кислорода. Правда ли это узнаем в ближайшие полчаса. Это программа «Звоните доктору». Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. И сегодня в нашей студии, в нашей телевизионной скорой помощи дежурит Дмитрий Дупляков, главный кардиолог Самарской области, заместитель главного врача областного кардиологического диспансера, доктор медицинских наук, профессор. Добро пожаловать в нашу студию. Добрый день. Дмитрий Викторович, а по поводу смеха, действительно, насколько положительные эмоции-то позволяют нашему сердцу лучше работать? А это, наверное, единственное, что позволяет ему лучше работать. Человек должен всегда быть в тонусе и, соответственно, без хорошего настроения это невозможно. Только тогда мы чувствуем жизненную энергию. То есть это не миф? Абсолютно. Последним данным, работоспособность здорового сердца может сохраняться не менее 150 лет. Я вот прочитала такую вещь. А почему тогда наши сердца так быстро изнашиваются? Ну, наверное, мы принимаем очень много лишнего близко к сердцу. Поэтому нужно правильно делить, правильно понимать, что для тебя важно в этой жизни. И тогда будешь жить дальше. Реально сердце могло бы работать 150 лет человеческое? А почему нет? Конечно же. Вернемся тогда на нашу планету, в наш регион. Какова на сегодняшний день обстановка сердечными болезнями? Стали ли крепче наши моторы? Ну, все прекрасно знают ту ситуацию, в которой мы сейчас в этом году оказались. То есть сложно всем, сложно не только врачам, которые испытывают колоссальные перегрузки, сложно и пациентам. Их запугали, что не нужно обращаться к врачам. И на первом этапе, наверное, это было правильно. Потому что и врачи не понимали, как себя вести с этой новой появившейся инфекцией. Сейчас нам становится уже больше понятно. Мы понимаем лучше само течение этого заболевания. И поэтому сейчас уже начинают открываться различные возможности, к которым мы привыкли. Та же самая диспансеризация уже в нашем регионе. Это будет в ближайшие моменты возможно. Поэтому, конечно же, наши жители Самарской губернии и те люди, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания, они, конечно же, должны вспомнить в первую очередь о том, что у них есть проблемы с сердцем. Ковид – это ковид. Он уйдет когда-то. Мы научимся с ним жить, мы к нему привыкнем. И чем раньше мы это сделаем, тем, соответственно, лучше будет всем нам. Поэтому, если у вас какие-то есть проблемы с сердцем, то в первую очередь обращайтесь к врачам и не сидите дома. Не ждите, что станет лучше. Просто так лучше не станет. Для этого необходима помощь специалистов. А какова ситуация, какова статистика по сердечным болезням у нас в регионе? – Ну, мы это постоянно анализируем. И, к сожалению, в этом году одна из причин, которую я уже озвучил, люди реже обращаются за медицинской помощью. Они действительно стараются не ходить в поликлиники, они не вызывают скорую медицинскую помощь. И большее количество пациентов остается дома, остаются сами, наедине со своими проблемами. И это очень плохо, потому что это привело уже к небольшому росту смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Невозможно. Интернет здесь не поможет. Вы не найдете все в компьютере, как вести ваше заболевание, как правильно принимать лекарственные препараты. Потому что каждый человек индивидуален. Каждому нужно посмотреть, с каждым нужно разобраться. И только лишь тогда выстроить правильную схему лечения. Не только таблетки, но когда-то и оперативное лечение. Поэтому вот одна из причин, что мы наблюдаем рост сердечно-сосудистых заболеваний, это именно с тем же связано, что наши пациенты, наши граждане, они остаются дома. А какие заболевания у нас все-таки растут? Что лидирует? Наибольшая проблема – это пациенты с хронической сердечной недостаточностью. То есть это люди, которые имели уже раньше какие-то заболевания сердечные, и они трансформируются именно в сердечную недостаточность. Если такого пациента правильно не лечить, а там все очень банально, там все очень просто. Несколько шагов, которые человек должен постоянно соблюдать. То сердечная недостаточность, она быстро декомпенсирует, и пациент, соответственно, погибает. Это первый момент. Второй момент – это нарушение сердечного ритма. Третье – по значимости, наверное, они больше говорят там инфаркте миокарда, нестабильность миокардии, то, что сейчас принято называть острым коронарным синдромом, или там еще вторая нозология, вторая проблема – это острое нарушение мозгового кровообращения. Вот их тоже стало, с одной стороны, их стало меньше, но мы получаем более тяжелых пациентов. Пациенты дольше ждут момента, когда им позвонить, момента, когда им прийти в поликлинику, позвонить, я имею в виду, на скорую помощь. Мы получаем более тяжелых пациентов. Мы получаем возрастных пациентов? Как правило, да, но с каждым годом, и об этом мы тоже и до ковидную эру говорили, и сейчас говорим о том, что все это, конечно, молодеет, и пациенты становятся более молодыми. Дмитрий Викторович, а вот вы заговорили о том, что во время пандемии люди сидели дома, не обращались в больницы. А как работали вы, что в этот момент происходило в диспансере? Плановые же операции тоже, наверное, были отменены? Нет, плановые операции диспансер выполнял и выполняет. То есть мы вообще в этом году можем говорить о том, что, несмотря на перепрофилирование в регионе ряда крупных клиник, больницы Середаевна, пятой больницы Тольятти, которые оказывают большой объем помощи кардиологическим пациентам, число операций, которые выполняются, число пациентов, которые пролечены за этот период времени, оно не изменилось, их стало даже больше. То есть те учреждения, которые имеют кардиологические отделения, и в первую очередь кардиодиспансер, взяли на себя вот это вот количество пациентов, которые привыкли лечиться в других больницах. Когда говорят о медицине, о какой-то серьезной, все равно частенько люди смотрят на Запад, что нужно куда-то поехать, лечиться. Я в одном из ваших интервью слышала такую фразу, вы сказали, что причина не в том, что у нас медицина плохая, а в том, что в Европе пациенты быстрее обращаются к врачу, чем в России. И таким образом можно быстрее принять решение и решить проблему. А все-таки вот почему? Ну, наверное, здесь нужно говорить о двоекой ситуации. Ни в коем случае не нужно винить пациентов, или же бросаться в другую крайность, обвинять врачей, что у нас плохие врачи, и мы поедем лучше уж накопить денег и поехать лечиться куда-то в зарубежные страны. Во-первых, это очень дорого, с одной стороны. И это невозможно для всех массово. Все всегда, вся правда, она посередине. То есть, конечно же, основная проблема, то, что многие пациенты, многие жители, в том числе и в Самарской области, неохотно берут на себя ответственность за свое здоровье. Мы пытаемся объяснить людям, если ты перенес инфаркт миокарда, то ты обязан, мы знаем, мы специалисты, пациент обязан принимать такие-то лекарственные препараты такое-то количество времени. Все огромное мировое медицинское сообщество десятилетиями вырабатывает правила игры, как, что нужно делать. Не нужно изобретать велосипеды. Все уже давно решено. Есть какие-то новые исследования, они появляются, они сразу же приходят в нашу практику. Мы сразу же перестраиваемся. Поэтому нужно пациентам научиться доверять врачам, к которым они обращаются. Сколько операций в год производится в настоящее время в диспансере? И стало ли их меньше в связи с... Нет, я повторюсь, что, во-первых, за этот год меньше операций не стало. Операции только растут в количественном выражении, то есть количество пациентов, которые оперируются. В целом в области, в Самарской области, без 50 человек за прошлый год нашими силами, силами диспансера, силами других учреждений медицинских Самарской области и с помощью наших коллег из федеральных центров, небольшое количество пациентов мы направляем в федеральных центрах, было прооперировано 10 тысяч человек. Это цифра? Это огромная цифра. Она год от года как-то меняет? Она растет. Это больше на тысячу, чем в прошлом году. И вот мы постоянно смонитарируем, какое количество пациентов прооперировано. То есть мы идем абсолютно по уровню прошлого года, немножко его превышая. Какие операции не могут делать самарские кардиохирурги? Ну, в Самаре не делается трансплантация сердца. Это не проблема кардиохирургическая, потому что это проблема, в первую очередь, организационная. Это целая система оказания помощи. Ну и мы будем откровенны, старое здание диспансера не предназначено для выполнения таких операций. Поэтому мы и не рассматриваем у себя этот вопрос. Есть целый ряд современных устройств, которые мы имеем в меньшем, чем хотелось бы, количестве для имплантации. То есть есть такие устройства, которые называются кардиовертер-дефибрилляторы. Это устройство для, скажем так, если у человека возникает очень серьезная аритмия, жизнеопасная аритмия. В этот момент это устройство его определяет, и разряд электрического тока, который в этом маленьком устройстве содержится, он восстанавливает, соответственно, сердечный ритм пациента. Есть устройство, которое называется ресинхронизирующая терапия. Это для пациентов с определенными формами сердечной недостаточности. Ну и по большому счету все остальное делается в нашем регионе. Немного совсем, да? Небольшой перечень. Ну это высоко-высоко технологичные вещи. Они очень дорогостоящие. Наши корреспонденты побывали в гостях у вас в диспансере. Давайте посмотрим сейчас сюжет и продолжим разговор. Виртуальная картинка любой части тела с точностью в полмиллиметра на экране компьютера. Такие возможности открывает томограф нового поколения в самарском кардиодиспансере. Ранее пациенты с заболеваниями сердца диагностировались в других регионах или в частных клиниках. Теперь же по направлению от участкового врача пройти обследование можно бесплатно в кардиоцентре. Современный томограф безопасен для здоровья, а на тестирование уходит несколько секунд. На новом оборудовании установлена специальная компьютерная программа, которая позволяет исследовать мельчайшие сосуды сердца. Это уникальная возможность. О такой процедуре еще совсем недавно медики могли только мечтать. В рентгенологии работаю 27 лет. Технология шагнула очень далеко. С кардиопакетом, например, многие пациенты избегают хирургического обследования коронарных артерий. Делаем мы в короткое время и пациенты довольны. Обследование проходит в несколько этапов. Сначала к пациенту подключают кардиосинхронизатор, чтобы аппарат почувствовал ритмы сердца. Затем подсоединяют инжектор и вводят в кровь спецраствор на основе йода. Первым этапом выполняется исследование без введения контрастного препарата для выявления индекса коронарного кальция. Дальше мы вводим контрастный препарат и выполняется сканирование уже после введения контрастного препарата, который позволяет нам как раз получать изображение сосудов и камер сердца. Рентген-кабинет работает круглосуточно и без выходных. За смену обследуют в среднем 40 человек. Ограничений для такого исследования практически нет. За исключением индивидуальной непереносимости йода. Но аналогичные спецрастворы применяются и при хирургической диагностике. Борьба с инфарктами и инсультами в Самарской области успешно продолжается, констатируют медики. Благодаря нацпроекту здравоохранения, Самарские поликлиники оснащают современным инновационным оборудованием. Вот что для себя сразу отметила, что открытый аппарат, потому что в закрытых томографах, ну очень страшно. Ну вы имеете МРТ машины, а это компьютерная томография. Надо сказать, что действительно за прошлый год в области произошло достаточно такое большое обновление парка оборудования. Открылась рентген-операционная в пятой больнице в Тольятти. Вторая рентген-операционная в больнице Баныкино. Открылась третья рентген-операционная в диспансере. Мы получили вот этот вот уникальный аппарат компьютерный томограф, который действительно позволяет проводить целый ряд исследований уникальных, не прибегая к инвазивным методам. То есть человек приходит, ложится на, как уже было показано, на стол, соответственно ему вводят контрастное вещество, 20 минут и он уходит. То есть ни госпитализации, ни каких-то серьезных осложнений возможных. И мы уже знаем, что с этим человеком делать в будущем, какие у него проблемы с сердцем. Это сейчас абсолютно доступно, то есть в любая поликлиника Самары может направиться его пациента, и они направляют, и мы это много делаем успешно. То есть не сам пациент захотел и пришел? Ну, если он захотел и пришел, то ради бога, конечно же, но для того, чтобы пройти по ОМС, надо взять направление в поликлинике. Как и для любого исследования, должны быть показания. Не бывает безвредных исследований. Даже электрокардиограмма, она должна иметь свои показания, не говоря уже о проведении компьютерной томографии. Ну и еще из того, что нового появилось. Сейчас 10 больниц области получили новое оборудование для оценки тропонина. Специально это маркер инфаркта миокарда. И все эти больницы вместе с каждым диспансером будут работать одинаково. То есть во всех, и даже в центральных районах больницах в некоторых появились эти аппараты. То есть если подозревается инфаркт миокарда, делается такой анализ, он серийно делается. И инфаркт миокарда пропустить вообще невозможно. Так что много нового, чего внедряется потихоньку. Ах, есть ли что-то, что вот совершенно необходимо тоже в ближайшее бы время, но пока нет возможности. Я по оборудованию сейчас имею в виду. Вопросы риторические, поскольку все безгранично. Да, конечно же, хотелось бы этого, 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 этого и этого не из-за того, что этого нет. То есть то оборудование, которое есть в области, да, оно позволяет оказывать помощь на достаточно современном уровне. И парк оборудования потихоньку обновляется. Хотелось бы, как и любому специалисту, хотелось бы, чтобы это было в разы больше. Но мы все понимаем ограничения, которые существуют в этом году. Например, все силы и, соответственно, деньги были кинуты совершенно на другое. Но, тем не менее, нацпроект, он же с нами, он продолжает действовать. И, очевидно, есть какие-то планы еще на ближайшее время? Планы есть и на ближайшее время, и на следующий год планы есть. И мы их постоянно обсуждаем в министерстве, и все это работает. В феврале, если я не ошибаюсь, в Минздраве утвердили новый список бесплатных лекарственных препаратов для сердечных больных. Он как-то изменился, и кто, и каким образом может получать эти лекарства? Ну, немножко раньше, потому что это было, во-первых, это не наш Минздрав, это не, скажем так, местная инициатива. Это федеральная. Федеральная, да. Да, это федеральная, это инициатива правительства, и мы, я имею в виду кардиологи, очень рады, наконец-то, что к нам прислушались. Мы в течение многих лет российским кардиологическим обществом готовили письма, общались, выступали на всяких комитетах Государственной Думы, Совета Федерации, обосновывая все эти, и рассказывая про наши проблемы, обосновывая вот это увеличение, и действительно больше 280 миллионов получила область на этот год, на льготное лекарственное обеспечение. Если раньше система была такая, что пациент переносил инфаркт миокарда, и в течение шести месяцев ему бесплатно давались лекарственные препараты в поликлинике, то, начиная с этого года, причем система действует и в обратную сторону, то есть те люди, которые еще в определенный месяц 2019 года перенесли инфаркт миокарда, либо им было проведено аортокоронарное шунтирование, либо стентирование коронарных артерий, также это люди, которые перенесли острые нарушения мозгового кровообращения, и пациентам, которым выполнялась, есть такая процедура хирургическое лечение нарушения сердечного ритма, аблация. То есть вот эти группы пациентов, они получают в течение года бесплатно лекарственные препараты, те, которые утверждены правительством, их там 23 препарата, это полностью те препараты, которые необходимы этим людям. То есть для этого им нужно просто прийти в поликлинику и, соответственно, получать эти лекарственные препараты, они есть в области, они есть во всех поликлиниках. И сейчас, когда вот эта программа с февраля уже в области она заработала, мы, выписывая пациента, его информируем, письменно информируем о том, что пациент, соответственно, может прийти в поликлинику и воспользоваться вот этой льготой. А вот все эти истории, как пациент должен реагировать, когда ему говорят в поликлинике, что в настоящее время лекарств нет, недофенцирование или что-то? Все лекарства есть. Все лекарства абсолютно есть во всех поликлиниках. А тогда все-таки на всякий случай скажите, как правильно реагировать, если вот такое человек слышит? Такого быть не может, просто. Такого физически быть не может, потому что все лекарства на складах есть. Оптимистичное заявление. Это абсолютно, ну это не оптимистично, это реалистично. Потому что Министерство здравоохранения Самарской области, оно постоянно мониторирует эту ситуацию. И те контракты, которые заключены, то количество лекарственных препаратов, которые рассчитаны, и область их уже закупила, они все есть на складах. То есть дефицита их нет. У нас профицит сейчас. Мы не можем их раздать, потому что люди не обращаются за этими лекарственными препаратами. Мы сейчас от противного. Я надеюсь, что сейчас эти люди услышат нас и... Очень бы хотелось. ...получат свои лекарства. У нас были заранее вопросы к вам, Дмитрий Викторович, от зрителей. В частности, один из них по поводу получения квот на операции с ишемической болезнью сердца. Есть ли какая-то очередь? Есть ли проблемы? Очередь существует крайне небольшая. Мы, опять же, находимся на постоянном мониторинге министерства, министрам и заместителям министров, которые отвечают за это дело. Мы буквально две недели назад все учреждения проводили совещания и анализировали, какая очередность есть. Очередность в каждом из учреждений, которые оперируют на сердце Самарской области, от двух недель до полутора месяцев, не более. То есть у нас, по сути дела, мы приближаемся к дефициту пациентов. Можем так говорить. А принимаете ли вы больных из других регионов? Да, конечно. Если это пациенты по ОМС, у нас никаких ограничений нет. Если это бюджетные, это только для жителей Самарской области выполняется. Я хотела бы с вами все равно поговорить теперь о профилактике, о здоровом образе жизни. И вот где-то читала, что существует даже специальная таблица, по которой можно рассчитать, когда у тебя случится сердечный приступ. Ну, к сожалению, таких таблиц не существует. Это, наверное, несбыточная мечта. Хотя, может быть, лет через 50-100 мы будем поговорить по-другому. Существуют таблицы, которые позволяют оценить риск сердечно-сосудистой смерти, сердечно-сосудистых осложнений. Они сделаны мировым кардиологическим сообществом. Если я не ошибаюсь, первые из них появились в 2004 году. Это таблица SCORE, так называемая. Там было в этом исследовании больше 250 тысяч человек по всей Европе. Это европейская таблица, и достаточно большое количество было из России. Именно поэтому в России они сразу же были рекомендованы для использования, эти таблицы. То есть, если вы введете в поисковике таблицы SCORE. SCORE? SCORE, да. Ну, я думаю, что можно по-русски, хотя на SCORE это по-английски, да, то есть счет. И, соответственно, или там просто ввести, как оценить риск сердечно-сосудистой смерти. И поисковик выведет именно на эту таблицу, потому что они наиболее популярны во всей Европе. То есть любой человек. Там все просто. Там полвозраст, уровень холестерина, уровень артериального давления и курение. Пять факторов. На основании этого рассчитывается риск человека от одного и до десяти и более процентов. Ну, а насколько это достоверно? Это абсолютно достоверно. Ну, интуитивно мы даже всегда понимаем, вот мои коллеги не дадут мне соврать, когда у нас идет обход в реанимацию, это два раза в день идет. Если поступает молодая девушка, женщина, там лет до сорока пяти, первый мой вопрос, вы курите, ответ знаете какой? Всегда да. Правда? Да. Вы имеете в виду, что это как раз вот говорит о провокационном действии? Курение у молодых женщин – это один из самых страшных факторов риска развития инфаркта миокарда. Все остальное имеет меньшее значение. Ну, и поэтому вот эта вот таблица, таблица скор, она как раз учитывает в том числе и курение как фактор риска. Вы в начале программы говорили о том, что самый главный залог здоровья нашего сердца – это положительные эмоции. Но уже всем же понятно, что стресс из нашей жизни не уйдет. То есть он привычное явление, и, к сожалению, вот ритм жизни таков, что он весь сплошь стресс. Сейчас получается, что у нас нет шансов иметь здоровое сердце. Почему? Наоборот. Тот человек, который хочет иметь здоровое сердце, даже если он перенес инфаркт миокарда, да, у него, конечно же, никуда не денется этот рубец, который был от инфаркта миокарда. Но вы же прекрасно знаете, есть люди, которые, перенеся инфаркт миокарда, живут достаточно долго, если они изменили отношение к себе, сменили реакцию на окружающий мир. Стресс – это стресс. Стресс, он может быть как положительной эмоцией, так и отрицательной. Главное, как вы к нему относитесь. И, соответственно, если этот стресс для вас становится отрицательным, это негативно будет для сердца. Если вы, несмотря на какое-то даже негативное событие в вашей жизни, вы понимаете, что да, это неизбежно, это пройдет, это закончится, но впереди у меня все достаточно хорошо, у меня есть семья, дети, внуки и так далее. То есть есть для кого жить. К сожалению, вот в нашем обществе очень часто люди ориентируются на авось. Авось, со мной ничего не случится. Ох, я пережил инфаркт миокарда, все, на мне крест. Неправда. Человек должен сам бороться за свою жизнь и изменять ее. Это вполне возможно. А вот, например, в литературе часто встречается выражение «разбитое сердце». Это просто такой вот писательский подход или оно имеет какое-то прикладное значение в жизни? Ну, у нас сердце — это, конечно же, сосуд. Разбить сосуд можно, но сердце как орган, он может порваться. То есть разрыв сердца, да, об этом все тоже хорошо знают. Ну, наверное, разбитое сердце — это как раз те отрицательные эмоции, которые переносит человек. Да, я подумала, что это, наверное, как раз про стрессы, да? Да, это как раз про стрессы в большей степени. Дмитрий Викторович, мы по традиции наших гостей просим в конце программы поделиться каким-то своим суперсекретным рецептом здорового образа жизни. У вас наверняка же он тоже есть. Можете нам что-нибудь посоветовать? Ну, наверное, один из секретов для любого человека — это должно быть иметь цель в жизни и, соответственно, пытаться ее достичь. И это помогает пережить различные неприятные ситуации, которые бывают. Ну и, конечно же, должна быть, наверное, определенная поддержка семьи и окружающих. Это самое главное. Здорово. Я думала, вы сейчас скажете, больше ходить, дышать свежим воздухом. А вот в это время, когда, опять же, есть свободное, это только положительно. Ну и, может быть, еще в завершении нашего разговора на какие моменты нужно прямо особенно обратить внимание, что должно очень сильно встревожить человека и как-то побудить его уже обращаться к врачу? Вы знаете, наверное, вот когда что-то сильно тревожит, это уже не тот момент. Да. Просто каждый человек должен понимать, что твоя жизнь, она дается тебе все равно один раз. Ну, если вы не верите в реинкарнацию душ, да, соответственно. И для того, чтобы ее прожить качественно, прожить хорошо, ты должен делать определенные шаги, определенные вещи. Они банальные, их даже произносить не хочется. Их все знают с детского садика, но мало кто делает. Наверное, надо в первую очередь полюбить себя и окружающий мир. Полюбите себя и окружающий мир. Такой рецепт нашего доктора. В студии был Дмитрий Дупляков, главный кардиолог Самарской области. А вы каждый четверг в 18.15 готовьте телефон и звоните доктору. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин